Термин «врождённая грамотность» обычно используется по отношению к людям, которым не надо прикладывать усилия, заучивать правила, чтобы правильно, грамотно писать. Прямо сейчас у нас есть возможность познакомиться с таким человеком, обладающим невероятным чувством языка. Анастасия Шипилова! Встречайте! Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Пожалуйста. Меня зовут Настя Шипилова. Мне 10 лет. Я больше всего увлекаюсь чтением. Я могу читать очень долго. Мне это приносит большое удовольствие. Настя необыкновенная девочка. Её способности поражают всех окружающих. Подскажите, где можно найти книгу Людвига Фейербаха «Избранные философские произведения». Ты уверена, что хочешь именно это? Она научилась читать раньше, чем хорошо говорить. И в её жизни, где-то в районе 3 лет, наступил такой период, когда она стала произносить слова вслух именно так, как они пишутся в книгах. А сейчас она просто говорит «Я знаю вам, поверь мне». Это пишется так. Ещё я увлекаюсь искусством. Мне очень нравится импрессионин. А мой любимый художник – Клод Мане. Для нашей семьи уже в музеях Настя является конкурсоводом. Она рассказывает гораздо больше, чем могут рассказать сотрудники музея. Это скульптура Микеланджело Давид. Её делали целых 4 года. В этом проекте я хочу продемонстрировать своё умение людям, ну и, конечно же, познакомиться с другими такими же умными детьми, как я. Ну, или, может, даже подружиться. Врождённая грамотность бывает у людей, которые много читают. А сколько ты книг прочла в свои 10 лет? Наверное, я прочла около 2000 книг. Две тысячи книг? Да. 10 лет? Ну, это действительно так. Она много читает. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к электронным книгам? В общем-то, я больше люблю бумажные, но если отправляешь их в поездку, конечно, лучше брать с собой электронную книгу. В электронной книге можно поместить много книг, и она хотя бы легче настоящая. Легче. А тогда чем лучше книга старая бумажная? С ней можно как бы общаться. Но вот когда ты её перелистываешь, ты получаешь особое удовольствие. Тактильное удовольствие. Перелистываешь, понимаешь, ты перелистнул. Я думаю, всё-таки бумажные книги должны остаться в будущем. А я правильно понимаю, что ты специально грамоте не училась? Нет, не училась. А как ты знаешь, как правильно слово пишется? Не знаю. По русскому языку у меня стандартная пятёрка. Правда, мне иногда сложно обучать у доски. Задание будет сказано. Вставьте буквы и назовите правила, по которым надо вставлять буквы. А, то есть ты абсолютно правильно вставляешь буквы. Да. Но ты не знаешь правила? Ну да. Правила вспомнить проблематично. Если уж ты хорошо и правильно абсолютно можешь написать любое слово, готова ли ты поучаствовать в нашем испытании и пройти БЛИЦ? Да. Тебе предстоит сыграть БЛИЦ. За одну минуту ты должна правильно произнести по буквам максимальное количество слов. У меня контроль времени сбивает иногда. Сильно сгибает, нервничает. Начинаем испытание для Анастасии Шипиловой. Ну давай. Давай, на стихо, я в тебя верю. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, время пошло. Аббревиатура. А, В, В, Р, Е, В, И, А, Т, У, Р, А. Верно. Филигранность. Ф, И, Л, И, Г, Р, А, Н, Н, О, С, Т. Мягкий знак. Правильно. Импресарио. И, М, П, Р, Е, С, А, Р, И, О. Колонада. К, О, Л, О, Н, Н, А, Д, А. Верно. Терраса. Т, Е, Р, Р, А, С, А. Верно. Компромисс. К, О, М, П, Р, О, М, И, С, С. Верно. Полисадник. П, А, Л, И, С, А, Д, Н, И, К. Верно. Анотация. А, Н, Н, О, Т, А, С, И, Я. Верно. Продюсер. П, Р, О, Д, Ю, С, Е, Р. Верно. Белиберта. Б, Е, Л, И, Б, Е, Р, Д, А. Верно. Ориентация. О, Р, И, Е, Н, Т, А, С, И, Я. Правильно. Издевенничество. И, Ш, Д, И, В, Е, Н, Ч, Е, С, Т, В, О. Браво. Правильно. Какофония. Т, А, К, О, Ф, О, Н, И, Я. Тринадцать слов. Абсолютно верно. Отлично. Прекрасно. Анастасия, это было великолепно. Я восхищен. Василий Андреевич. Аббревиатура, филигранность, импресарио, колоннадо, терраса, компромисс, полисадник, аннотация, продюссеры Беллиберта, ориентация, иждевенничество, какофония. А теперь по буквам. Александр, я не справлюсь. Это точно. Смотрите, мне тут надо разобраться. Я с вашего разрешения задам несколько вопросов. Пожалуйста. Что значит аббревиатура? Аббревиатура, это слово, образованное из первых букв или слогов других слов. К примеру, МГУ. Московский государственный университет. Так, первый вопрос мой сейчас снят. Отлично. Теперь у меня второй вопрос. Когда ты видишь ошибку, что ты ощущаешь? Мне немного обидно, что кто-то не знал, как правильно написать это слово, почему-то написал слово с ошибкой. В разговоре с Александром прозвучало выражение «врожденная грамотность». Это на самом деле не точное выражение, это некоторый миф. Врожденной грамотности не существует. Я объясню почему. Языки разные, грамматика разная. Да, каждый язык имеет другую грамоту. Поэтому мы не можем знать ее врожденно заранее. В твоем случае я бы назвал это врожденной великолепной памятью и невероятными способностями. Я поздравляю тебя. Я хочу вручить тебе подсказку. Вот так, вот так. Абсолютно заслуженно. Анастасия Шипилова.